Приветствую всех на новом канале Псы городских окраин. Меня зовут Света, и сегодня мы поговорим о таком явлении, как сексизм в мире собаковладельцев. Существует ли он? Каким он образом проявляется? И как, возможно, с ним стоит бороться, если он все-таки существует? Давайте выясним. Если вам это тема интересна, то, пожалуйста, оставайтесь со мной еще вам показать помощника, который залез ко мне на руки. Я только что покушаю творожочек, и он будет сидеть у меня на ручках до тех пор, пока ему это не надоест. Да? Все хорошо. Ну, а сегодня я хочу поднять такую тему, как собачий сексизм. Он, конечно же, ведется не в отношении собак, но в отношении женщин-собачниц. И начать я хочу с очень забавной, интересной историей, которая заставила меня задуматься. И после нее я уже стала замечать такие моменты непосредственно в свой адрес. У девушки она проживает в большом городе, в квартире. То ли в Москве, то ли в Химках. Я сейчас уже точно не вспомню. У нее две больших таких серьезных собаки. Это южноафриканский бурбуль и стафарширский терьер. Обе собаки исключительно воспитанные. И сама хозяйка прекрасно понимает, кого она завела, насколько серьезных собак. И она выгуливает своих животных только на поводке. Естественно, в наморники. И отпускает их там поверить или снимает наморник только в лесных массивах, в парках, где никого-никого нет. Соответственно, даже у самого бурбуля на нем всегда надеется обычный ошейник, удавка, а также строгач. Потому что если вдруг возникнет какая-то непредвиденная ситуация... И под словом непредвиденная ситуация, я имею в виду, например, к вашей серьезной собаке, которая обладает достаточно серьезным охранным инстинктом. Подбегает какая-нибудь не очень понятливая собачка с явной зооагрессией и бросается без попадка на вашего бурбуля. Соответственно, в такие минуты, чтобы удержать собаку, вы почти убедите ее на строгач. Ну, то есть это вот такая крайняя мера, когда реальное использование строгача, оно может быть оправдано. В остальных случаях, ну, лично, по моему мнению, уносить строгач на повседневной основе, это не слишком гуманно по отношению к животным, но все-таки. И в чем же заключается сама история? Эта девушка очень часто, практически, ну, конечно, не каждый день, но таких случаев на ее памяти было очень-очень много. Когда она гуляет со своими двумя собаками, очень многие мужчины и женщины, ну, скажем так, недоверчиво на нее косятся и спрашивают, типа, а вы точно их удержите? А вы точно с ними справитесь? А вы их воспитываете? Это, в общем, собака без наморника или что-то еще? В общем, они постоянно вот так вот относятся очень недоверчиво, потому что не доверяют ей, вот как женщине владельцы двух серьезных собак. И при этом никогда не было ни одного инцидента, чтобы ее животные вели себя как-то агрессивно и невоспитано по отношению другим животным. Соответственно, у нее также есть муж, и когда на прогулку выходит муж с этими двумя серьезными собаками, ну, вы уже, наверное, предвидите дальнейший исход, он возвращается домой в прекрасном настроении, он улыбается, потому что люди вокруг, ну, просто восхищают, какой мужчина, какие у него серьезные, воспитанные, замечательные собаки, какой он прям, ну, не какой-то там у него маленькая декоративная собака, не знаю, его бабушки или его детей, и он с понурым видом его, или вот такие классные, серьезные собаки, и мужчины. В общем, сплошные комплименты, сплошные вопросы про породу и так далее. И хозяйка, она просто не думает, ну, почему, почему так происходит, ведь все абсолютно мы делаем одинаково. Плюс она именно вот хозяйка и владелец этих двух собак, то есть она как бы, ну, вожак в семье, и собаки слушаются исключительно ее, она занимается их воспитанием и дрессировкой. Ну, вот-вот-вот так получается. И я поймала себя на мысли, что у нас, в принципе, получается с мужем что-то похожее, потому что собаками также занимаюсь исключительно я, но я очень часто прихожу домой, либо у меня, блин, настроение какое-то упавшее, либо я какую-нибудь опять историю рассказываю, как на нас набросился очередной зооагрессивный бесповодочник, и муж такой все время смотрит. Ну, вот постоянно ты приходишь, какие-то вещи на тебя истории. Когда я выхожу, все хорошо, тихо, спокойно, ничего не происходит. Но это, конечно, нужно учитывать в том случае, что я гуляю с собакой 99% раз, а муж только в таких эксцентрах, когда я там болею или куда-то уезжаю. Поэтому здесь и здесь не все так объективно, здесь не получится прям быть максимально холодным и беспристрастным. Еще такой интересный момент. Кто конкретно проявляет вот этот вот сексизм в кавычках по отношению к женщинам-собачникам? Вы можете подумать, что, ну, наверное, это мужчины-собачники. Абсолютно и категорически нет. Более того, на моем опыте, как раз-таки собачники, ну, в большинстве своем исключения, конечно, случаются, понимают друг друга. Ну, понимают. И даже владельцы маленьких, больших собак в той или иной степени находятся на одной волне. Бывает всякое. У нас тоже здесь, у меня здесь был недавний инцидент, когда был какой-то мужчина с Чихуахо, и я зашла на полянку, и они там тоже стояли. Его собака была без поводка, мои собаки все строгают поводка. И он там закатил жуткую истерику с матом-перематом, что мы мешаем, простите, опорожнять кишечник его у собаки. Но мои оправдания в том, что, ну, аж, что у вас без поводка? В чем, в чем это, что ваша личная полянка, и нам нельзя здесь тоже побегать? Ну, в общем, ко мне закралась такая мысль, что он, ну, что-то у него с головой, что какой-то он психически нестабильный, потому что, знаете, по глазам, по глазам видно. И вот с такими людьми лучше не связываться, потому что он тебе вот сейчас матом-перематом на тебя, а в другой день просто, я не знаю, он уже тебя в спину вставит. Ну, в общем, очень странный человек, но таких меньшинствует, таких инцидентов было очень мало. В основном, кто нарывается на конфликт, кто говорит тебе совершенно унизительные замечания, можно даже назвать это скорблениями. Ну, и, конечно же, это провокации, это только провокации на эмоции. Это не молодые люди, чаще всего это не молодые девушки, не женщины, это неприличные, скажем так, приличные, даже не могу сказать образованные, какого-то определенного класса люди. Ну, в общем, замечания вот такого оскорбительного характера чаще всего делают женщины, именно чаще женщины, где-то от 40 до 60 лет. Достаточно скромно одеты и, что интересно, вот уставший вид, уставший такой, замученный, скажем так. То есть видно, что в жизни у них не все хорошо, что они явно в жизни несчастны. И у них прямо на лице написано, что, знаете, просто вот поникшее такое лицо, опущенное на ноги рта, и кажется, ну, на ком же выместить свою злову? То есть, когда вам, например, делают замечания абсолютно приличные люди, тактичные, вежливые, там, например, не знаю, идет какой-нибудь мужчина с ребенком, а у вас собака без поводка, и он там издали вам говорит, девушка, возьмите, пожалуйста, собаку на поводок, мой ребенок, там, боится собак. И в том случае ты говоришь, да, сейчас, конечно же, извините, там, пожалуйста. И все. Никакого конфликта, ничего. И ты радуешься, боже мой, еще существуют в мире вежливые и тактичные люди, с которыми тебе приходится все равно каждый день контаксировать. И это просто подарок судьбы. Вот именно вежливые люди, которые не используют оскорбления, вот этот вот уничижительный тон в твоем отношении. И также и второй тип, второй тип, который лезет на конфликт постоянно, это мужчины. Это очень интересно, но их можно описать, наверное, в двух словах, в двух таких описательных метафорах. Это, первое, быдло, и второе, кажется, что они сидевшие. То есть такие люди, они могут быть даже немножко подвыпившие, у них тоже на лице написано, что они ищут конфликт, они ищут какую-то ответную эмоциональную реакцию. Зачем? Не знаю, ну просто скучно. Ну, нечем заняться. Ну, бывает такое, вы там идете после праздников, идет какая-нибудь там пьяная компания, и они прям так и норовят тебя там толкнуть плечом, задеть, нагло посмотреть или что-нибудь бросить вслед, просто чтобы спровоцировать на конфликт. Ну, просто скучно, наверное. Ну, вот так вот. Но в моем опыте тоже такое было. Я нарвалась на парочку таких ребят, это было раннее-раннее утро, и мы гуляли в поле. Они шли через это поле, прям на мою встречу. Собака моя была на коротком поводке, я специально отошла в сторону, чтобы предоставить им терапиночку, что в итоге они не оценили этот жест. Они обернулись и начали на меня просто наезжать, что тьма, я собака без намордника. И как бы все. И вы понимаете, что в том случае мне было тупо страшно. Я уже не говорю о том, что я могла процитировать им, там, не знаю, подписанный Дмитрием Медведевым законы 28 февраля 2019 года, о том, что существует список из 13 пород собак, которые в городских условиях, в общественных местах должны всегда быть на поводке и с намордником. Таких собак только 13 пород. И большую часть из этих пород вы не встретите и в обычной жизни, скажем так. Ну, стафарширский лодитерьер туда, кажется, относится и педвультерьер из самых таких прям популярных. Все остальные породы собак, они чаще достаточно редкие считаются. И в остальных случаях собака должна быть на поводке. Ну, вот на поводке априори всегда. Но на мордик носить, только если ваша собака агрессивная и может укусить человека. В моем случае моя Линда, ну, она настолько не умеет кусаться, что за все свои шесть лет жизни она ни разу не рычала. Я, честно, я не знаю, как она рычит. Она очень добрая. И вот эта ее доброта очень часто выходит ей боком. Она, как вам сказать, она всегда идет на дружбу. Ко всем, к животным, к людям имеет значение. А другие животные и люди с другой стороны, они, конечно, они всегда рады такому добродушию. Это очень часто нас подводит. То есть говорить мне о том, что мне надо взять свою собаку на поводок. Ладно, мы всегда ходим на поводке, но надеть на мордик. И когда ты говоришь, это оскорбительно, вот в таком тоне. И стоит заметить, наверное, мне было обидно даже не то, что он мне это сказал, а то, что я девушка. Потому что быть на моем месте мужчина с собакой, и который бы посадил собаку, отвел ее в сторону, скомандовал сидеть и просто предоставил преимущество, как в автомобильном движении, другим людям ходит в несколько тактичный и вежливый жест. Но никто бы не сказал ни слова, я уверена на все, 100%. И еще такой интересный момент. Да, мои собаки, они абсолютно не конфликтны. Я всегда стараюсь быть, как сказать, быть комфортной для социума. Это, наверное, как-то не очень звучит. Но я всегда стараюсь, чтобы мои животные никогда не были проблемой для других людей. В первую очередь, ради безопасности собственных собак. Да, опять-таки, я говорю, если я иду по дорожке, по тротуару, впереди идут люди или сзади, или там человек-собака. Что я делаю всегда? Особенно, если вот я гуляю с двумя собаками, потому что мало ли, что я отвожу ребят в сторону, на обочину или на газон его вывести. И мы сидим, я их сажаю, мы повторяем команды и ждем, когда люди пройдут. Да, таким образом я выражаю свою вежливость. Вот, проходите, мы не будем вам мешать, чтобы вы не боялись. Чтобы вы видели, что мои собаки воспитаны, и мне никого никогда не тронут. И вот когда мы как раз недавно, на днях, делали вот так, прошла какая-то женщина, она специально обернулась, остановила ее и сказала таким тоном ядовитым, типа, на морде, на собаку наденьте. И опять-таки, вы же понимаете, друзья, если бы я начала ей впадивать что-то про закон 28 февраля и доказывать ей, что мои собаки добрейшие души животные, и что, ну, скорее всего, вы за свою жизнь покусали гораздо больше людей, чем моя добрейшая собака. Ну, не по адресу, понимаете? Иногда действительно по адресу, если у вас очень агрессивные собаки. Но здесь не по адресу. Здесь, мне кажется, играет фактор того, что, ну, вот девушка какая-то молодая, но она же ничего не ответит. Я вот дай-ка и подпорчу ей настроение на весь день. И, наверное, еще играет, наверное, такой момент, что меня, возможно, путают с какой-то школьницей, со студенткой. Мне, извините, почти 30 лет, и вот это вот отношение ко мне, да, знаете, на «ты». Такое какое-то пренебрежительное, уважительное, оно меня всегда оскорбляет. Не надо ко мне так относиться. Тогда же любой школьник заслуживает того, чтобы к нему обращались на «вы». Просто потому что он будет понимать, что его воспринимают как взрослого, думающего человека, там, со своей точкой зрения. Вот. И мне очень не нравится, вот это вот, знаете, пунебратское отношение, типа «вы старше, но все-таки вы должны ко мне относиться как-то вот так вот». Ну, вы понимаете, друзья. И да, я все подхожу к моменту еще одному. Это вот непосредственно в моем районе. В моем районе очень много собачек, очень много собак совершенно разных. И я заметила, что никогда никому не скажут вот какого-то замечания плохого слова или, там, что-то про наморник или про поводок, если вы сами по себе хмоватое быдло. Ну, например, у нас есть тут бабулька одна, у нее два шпица. Она ходит всегда без поводка, ну, всегда. Она достаточно подвижная, здоровая женщина. И ее шпицы, мягко говоря, супер агрессивные. Они постоянно перманентно лают. Но Линду, они еще побаиваются, потому что она все-таки большая. А когда я вышла со своим маленьким, он побежал просто на двери невероятно укусить. Я просто в последний момент схватила его на руки и подняла. И он начал этот шпиц прыгать на меня и лаять, и рычать, в общем. Со стороны тетки, ну, и внимания. Она только смеялась и говорила, я думала, что он тоже хочет на ручки. Извините, у меня трехмесячный щенок. И если она Бурк сильно напугается, испытает стресс, то он будет очень таким же агрессивным, как Твой Беншпиц. У меня вот такие психические травмы для щенка, они просто сейчас неприемлемы. То же самое у нас была история, когда я шла с Линдой, и была женщина через дорогу шла. У нее одна собака была на поводке, а вторая весь поводка. Ну, аналогично. Она подбежала к нам через дорогу и начала агрессивно на нас просто нападать, щелкать зубами. Ну, тупо было страшно. И я сказала, Линдич, не возьмите собаку на поводок. На что меня просто послали на три буквы. И собака продолжала вести себя. Вот так вот я ее гоняла там ногой, кричала, фу, но ничего не помогало. И ты думаешь, ну, вот чем больше ты был, чем больше ты хамоватый такой человек, которому на всех наплевать, тем счастливее будет твоя жизнь, и тем к тебе вообще никто не будет лезть, просто потому что с тобой не хотят связываться. Такое мое маленькое наблюдение, потому что вот бабка с этими двумя собаками, никто не хочет с ней конфликтовать, никто не хочет с ней связываться. Там пусть ее шпицы лают, пусть с ней там кусают, всех нападают. Но никто не хочет связываться с человеком, у которого, который открывает рот, это оттуда словесный понос. Вот. А завершить свой ролик я хочу неким напутствием, в первую очередь для себя, потому что, конечно, мой здравый, разумный собачник и человек говорит мне о том, что не нужно обращать на это внимание. Услышали, поддохнули или вообще ничего не ответили, пошли дальше. Это самый оптимальный вариант, потому что со многими людьми просто нельзя связываться, это себе дороже. И второй способ, который я вывела для себя, если на вас реально наезжают, и вы знаете, что вы правы, и вы знаете закон, вы знаете свои права, вы выбираете за своими питомцами, они у вас воспитаны, всегда на поводках, просто говорите, что вы звоните в полицию. И звоните. И звоните, и вызывайте, и пусть приезжают сотрудники органов, и уже выясняют, кто прав, кто должен носить на морне, как-то просто выву. И в таком духе. Ну, это будет гораздо действеннее, если прям конфликт никак не может быть исчерпан. Но это только в том случае, если вы реально не нарушаете, если ваша собака на поводке в полной имениции, если она послушная, если она не обладает ярко выраженной зоогрессией, и в том числе и в отношении людей. Мои животные абсолютно такие. Я гуляю с ними на улице, и каждый раз, когда выхожу на поводку, думаю, ну, хоть бы в этот раз нас никто не видел. На самом деле, такой момент еще, еще раз, в заключение, в самое последнее заключение, что когда я жила не в большом городе, не в Москве, в Подмосковье, вот в Костроме, вот таких инцидентов было просто минимум. Минимум. Ну, по пальцам просто одной-двух рук пересчитать. А когда я приехала сюда в большой город, то просто на каждый квадратный метр очень много всяких неприятных инцидентов, и одно дело, да, ты забыл и пошел, другое дело, что все равно ты уходишь утром с таким приподнятым настроением, гуляешь с песиками, и тут что-то такое происходит, у тебя просто настроение может испортиться на весь день, даже если ты никак не отреагировал на какие-то обидные слова. Я сейчас не говорю о том, что я какая-то обиженка, и меня оскорбляют, то, что меня считают некомпетентной, слишком молодой собачницей и так далее. Просто, да, это большой город, это социум, и если вы заводите собаку, если вы там женщина, ну, нужно быть как минимум морально к этому готовой, и, наверное, все-таки уметь за себя постоять, да, либо уметь посмотреть сквозь человека, и просто пойти дальше, не обращать внимание на все это. поэтому, друзья, подводя вывод, я хочу сказать, что сексизм в отношении женщин-собачниц, по моему скромному мнению, все-таки существует. Бороться с ним невозможно, но можно выработать в себе некий такой иммунитет, знать закон, знать свои права, и обязательно воспитывать своих животных, потому что, если вы живете в городе, вы вынуждены вращаться в обществе, ваша собака никогда не должна быть проблем у других людей и собачников. Поэтому это уже как минимум такая мотивация, чтобы ваш пёс в большом городе не доставлял никому дискомфорта и проблем. Всё, друзья, на этом я заканчиваю свой ролик. В свою очередь, я хотела бы спросить, у вас были ли на вашем опыте какие-то подобные возможные истории, и поделитесь ими в комментариях, просто оставляйте любые комментарии внизу, это всегда приятно, это всегда обратная связь. Не забывайте подписываться на мои соцсети, на мой инстаграм, а также на мой авторский блог о животных, который называется точно так же, как и этот канал Псы и городских экранов. Все ссылки будут в инфобоксе. Всё, до встречи в следующих роликах. Пока-пока.